МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему отменяют концерт в Лужниках? Кто готовит теракты? По независимым от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования дня воссоединения Крыма с Россией. Медведев заказывает киллера для министра обороны другой страны. Пишите нам комментарии свои мысли. Спасибо, что вы с нами. Я прошу вас, подписывайтесь. Ставьте лайки на видео, тогда его увидит большее количество людей. Спасибо за доверие. Начнем. Украина не может терять время, говорит министр обороны США после 10-го Рамштайна, прошедшего накануне. Еще одна результативная встреча руководителей оборонных ведомств 50 стран. Издание «Политика» пишет о том, что Соединенные Штаты ускоряют темпы подготовки украинских военных и планируют увеличить масштаб поддержки перед грядущим контрнаступлением. Американские чиновники взволнованы уменьшением количества боеприпасов, которые находятся в распоряжении Украины. И хоть американские чиновники и видят только два варианта развития контрнаступления вооруженных сил Украины, это на юг через Херсон к Крыму, и второй вариант на восток, а потом на юг, перерезая сухопутный коридор с оккупированным Крымом, ни они, ни Пентагон не будут указывать Киеву, как именно нужно действовать. Что касается значения Бахмута, я бы указал на тот факт, что именно президент Зеленский решает, что является важным и что требует передислокации. Если он решит в определенный момент времени передислоцировать силы, это, вероятно, будет означать, что он делает это для сохранения преимущества. Но независимо от того, остаются ли там или нет, и как долго они там остаются, это решение президента Зеленского и ничье другое. Наша цель – убедиться, что мы поддерживаем его, каким бы ни было решение на поле боя. По итогам десятой встречи на американской авиабазе в Германии, Украина получит 4 танка «Леопард» от Испании, Канада передаст 8 тысяч боеприпасов калибра 155 мм и зенитные ракеты для ПВО, Швеция передаст 10 «Леопардов» и система ПВО вместе с США, Словения даже пообещала помочь с бронетехникой, И это далеко не полный список даже того, что обнародовано. Президент Украины дополняет и благодарит. Відбулось чужого заседання у форматі «Рамштайн» уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – все це обговорювалось, є рішення. Дякую США, которые координуют «Рамштайн» и всем нашим партнерам за незмінную готовность допомагать. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал в протистоянні з вільним світом. Росія не виключення. Окремо подякувати Данії і за новий оборонний пакет для України, і за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі. Обсягом 7 мільярдів данських крон – це мільярд доларів США. Дуже вагомо, дуже потрібно. Беспрецедентное количество кораблей Росія вивела в Чорное море. 20 кораблей і множество единиц спомогательного флота. Ну, ми ретельно спостерігаємо взагалі за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. І дійсно є зафіксована нетикова активність і кількість корабельного угруповання наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетно-носії. Один з них підгодний. 28 ракет по максимуму, якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску. Не все вони, звісно, несуть ракети. Рассередоточеність кораблей може говорити в тому числе і о поискових роботах. Росіяне іщуть американський беспілотник. Окупанты впервые уничтожили город не тільки физически, но і на бумагі. Город Попасне, на восток от Бахмута, і ще в 2018 году там проживало чуть більше 20 тисяч чоловік. А тепер не живет нікто. Сначала окупанты говорят о нецелесообразності його восстановлення, а тепер своими так называемими документами разделили Попаснянський район между другими районами. І ні в одному так называемому документі упомінання о самой Попасной нет. Ще одна важная годовщина – ровно год назад оккупанты разгромили драматический театр в Мариуполі. Можно сказать, культове місто мариупольцев. Авиабомба, развалившая историческое здание, оставила под завалами много людей, которые прятались там в укрытиях. В Польше задержана група российских шпионов. Они устанавливали скрытые камеры видеонаблюдения на железных дорогах, чтобы регистрировать движение поездов. В процессе такого монтажа их и задержали представители агентства внутренней безопасности. В основном они работали на ЖД-участках в подкарпатском воеводстве, недалеко от аэропорта Жешуф-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину. Этот аэропорт даже отдельно охраняется установками Патриот. Собранная информация могла использоваться как для сбора данных о переданной Украине технике, так и для организации диверсий. Агенция безопасности задержала 9 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые вели деятельность против Польши и готовили диверсии для российской разведки. Задержанные – иностранцы из-за восточной границы. Прокуратура предъявила шестерым из них обвинения в шпионаже в пользу России и участие в организованной преступной группе. В отношении трех человек, арестованных вчера, возбуждено уголовное дело. Доказательства указывают на то, что группа следила за железнодорожными путями, и в ее задачи входило, в том числе, документирование транспорта с оружием для Украины. Подозреваемые также готовились к диверсионным действиям, направленным на парализацию поставок техники, оружия и помощи в эту страну. Офицеры ABW захватили камеры, электронное оборудование и GPS-передатчики, которые должны были быть установлены на транспортных средствах с помощью Украины. Информация от ABW показывает, что группе также было приказано вести пропагандистскую деятельность с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания и возбуждения в Польше враждебных настроений по отношению к государствам Североатлантического Альянса и нападок на политику правительства в отношении Украины. Взрыв, а потом и пожар в здании пограничной службы ФСБ в Ростове. Черный дым видно практически со всех точек в городе, жители которого с радостью делятся фотографиями и видео в сети. В ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения. Из-за угрозы теракта в Лужниках отменили концерт ко дню оккупации Крыма. Организаторы массовки прямо говорят, что не в курсе, что случилось. А вот что пишут в группах по организации подвоза зрителей и участников массовки. По независимым от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет. В некоторых группах ссылаются на Федеральную службу охраны и пишут, что ФСО не рекомендует проводить массовые мероприятия из-за угрозы терактов. Но им виднее, они-то сами их и планируют, наверное. Медведев заказал покушение на министра обороны Италии. Жизнь Гвидо Крузетто, запасной президент России, оценил в 15 миллионов долларов и заказал его вагнеровцам. Об этом пишет итальянская пресса со ссылкой на разведку страны. И самое интересное, что Медведев спалился сам. Сначала он называет министра редким дураком, делает несколько гневных выпадов в его сторону, а потом просит вагнеровцев его убрать. Эту просьбу итальянская разведка и перехватывает в итоге. И эта история случилась еще до заявлений министра о том, что ЧВК Вагнер провоцирует миграционный кризис в Европе и даже до того, как того начал оскорблять Пригожин. В общем, ничего не предвещало беды, конечно же, но покушение сорвано. Израиль будет помогать Украине системами борьбы с дронами. Такую информацию со ссылкой на собственные украинские и израильские источники публикует издание «Аксиос». Министерство обороны Израиля одобрило лицензии на экспорт систем глушения беспилотников. И это на самом деле очень важное и неординарное решение. Впервые с момента вторжения России в Украину более года назад Израиль одобрил лицензии на экспорт оборонной продукции для возможной продажи оружия в Украину. Украинские чиновники утверждают, что предоставление Украине систем вооружений в интересах Израиля, поскольку Иран имеет возможность получить информацию о работе беспилотников, а затем совершенствовать их. Израиль осторожно относится к поставкам своего вооружения, даже оборонительного, но ситуация, видимо, этого требует. Министр обороны страны одобрил экспортные лицензии еще в середине февраля, когда Израиль по распоряжению премьер-министра начал проводить пересмотр своей политики касательно обороны. Спасибо, что вы с нами, смотрите нас и доверяете. Давайте еще поставим лайки этому видео и подпишемся на канал. Так нужно сделать, чтобы нас с вами становилось больше. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok